Всем привет! С вами вновь Татьяна Ермолина. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на неделю, а именно на период с 28 октября по 3 ноября. Итак, это время, в котором у нас на самом деле происходят очень-очень значимые события. А именно, у нас случается аспект между двумя планетами воли. Об этих планетах я уже упоминала в общем прогнозе на ноябрь и упоминала также в прогнозах по знаком Зодиака на ноябрь. Поэтому, в случае, если вы еще не посмотрели эти прогнозы, то обязательно посмотрите в плейлистах. Где бы вы меня ни смотрели, я везде уже эти прогнозы выложила. И это две планеты, которые отвечают за активность, за манипуляции, за какое-либо воздействие. Планета Марс с одной стороны и планета Плутон с другой стороны. Итак, вот эти две планеты, они начинают активное движение. И, ну, скажем так, в воскресенье, активное движение я имею в виду в отношении друг друга, да, и в воскресенье они достигнут точной оппозиции. Ну, то есть между ними серьезный конфликт, значительная такая, знаете, война. И она очень большая, она будет длительной, она будет затяжной. И, в общем-то, выльется в то, что мы ее завершим только лишь летом, ну, или хотя бы весной, к концу весны следующего года, представляете? Поэтому начинается буквально новая большая эпоха, новая большая история в нашей жизни, вот именно с этого, с этой недели. Ну, конечно, самое все интересное, как говорится, еще впереди у нас, это сериал, в нем еще много серий. И одну из значительных серий, таких очевидных, да, стратегически важных, мы будем проживать на следующей неделе. Ну, и потом еще у нас будет одна такая серия в декабре. Это, видите, я уже определенный анонс вам рассказала. Но что касается этой недели, то сначала все начинается весьма неплохо. Вот начало недели у нас хорошее. В 28-29, в понедельник, вторник, нас ждет аспект между Марсом и Нептуном. Аспект формируется еще на выходных предыдущей недели. Поэтому вот как бы с таким некоторым ожиданием какой-то мечты, реализацией какой-то мечты, да, с желанием получить то, на что мы надеялись, мы начинаем эту неделю. И начинается она поэтому ярко, драйвово. У нас огромное количество фантазий, идей. Ну, нас что-то вдохновляет, но что-то и ограничивает. Потому что наравне с этими аспектами есть еще работа Венеры и Сатурна, и между ними, ну, скажем так, определенное недопонимание. Поэтому нам не все, вот мы чувствуем, что что-то не так будет идти, и мы сразу начинаем, помимо того, что надеемся на что-то, да, мы еще и чем-то недовольны. То есть мы понимаем, что, ну, вот того результата, который мы хотим, мы не получим. Но, тем не менее, в целом понедельник и вторник достаточно такие дни, ну, я бы сказала, которые мы проживем на высокой скорости, они могут быть не сильно уж результативными. Но, тем не менее, вот эта вот пестрота идей, которая в этот период происходит, да, в нас творится, она все равно будет давать какую-то активность. Мы будем закладывать, как минимум намечать, да, какие-то дела на будущее. В целом тут все неплохо выглядит. Среда и четверг. Вот среда и четверг – это вот как раз время достаточно-таки уже напряженное. Почему? Да потому что здесь прям вот мы встретимся с каким-то неожиданным поворотом в тех договоренностях, которые, как нам казалось, ну, просто безупречны. Ну, все идет как надо. Мы вроде бы обо всем договорились. Все очевидно и замечательно, крайне прозрачно. И тут вмешивается какое-то обстоятельство, которое буквально вот все договоренности, которые были до этого, меняет на 180 градусов. То есть какие-то кардинальные перемены. Мало того, мы еще понимаем, что некоторых договоренностей вообще теперь не существует. Вот так вот оказалось. Это, конечно, нас приводит, как и некоторый, такой тупик. Некоторых сердит и сильно расстраивает. И все это происходит перед Новолунием. Новолуния будет у нас в пятницу, 1 ноября. И Новолуния как раз-таки в знаке Скорпиона. Новолуния, как вы понимаете, это время не очень понятное, не очень очевидное. Далеко не всегда для нас хорошо прогнозируемое. Часто именно вот в периоды полнолуния, плюс-минус один день от этого, непосредственно, извините, Новолуния, от этого дня мы как раз-таки принимаем какие-то странные решения. Нас начинает тревожить и напрягать то, что не тревожило и не напрягало до этого. В общем, как бы все дела и вся ситуация становится какой-то более яркой и более драматичной, чем она могла бы быть. Ну, поэтому я вот, знаете, как очень рекомендую. Вот если начало недели весьма неплохой, даже если мы в чем-то и получим какие-то заблуждения, но не такие уж они будут стратегически значимые, сильно не ошибемся. Верим, надеемся и вот на этой надежде движемся вперед. Все прекрасно-то на самом деле. То вот среда и четверг, но пятница особенно, да, это вот время, когда вот нужно прям проявить холодный разум, да, включить голову. И главное не вестись на собственные страхи, потому что вот именно они портят картину. И так на небе неспокойно, и так на небе нестабильно. Так еще и мы подогреваем вот эту нестабильность, ну, своими вот этими переживаниями и какими-то сильными страхами. Как вы понимаете, глаза у страха всегда велики. Ну и, в общем, тут можно все что угодно расширить до масштаба Вселенной, да, любую проблему. И вот как раз-таки суббота и воскресенье. Это как раз время, когда после новолуния будет закладываться прям четко новый жизненный этап. И у многих откроется именно новая жизненная задача уже в эту субботу и воскресенье 2-3 ноября. Почему? Ну, во-первых, потому что тут просто вот выходные, а крайне активные на небе, что только не творится. Тут и разговоры, тут и поездки, тут и новые планы. Здесь и какие-то изменения глобальные. Меркурий в этот период входит в знак Стрельца. Кто смотрел уже мои прогнозы по знакам и общий прогноз на ноябрь, знает, что Меркурий будет долго в этом знаке, потому что он ретроградным станет в конце этого месяца. Именно здесь, находясь в Стрельце. Но суббота не так интересна. Вот интересно как раз-таки воскресенье, потому что воскресенье – точный аспект между двумя вот этими планетами – Марсом и Плутоном. И это, конечно, очень-очень яркое время, когда Марс в оппозиции к Плутону находится. И буквально на следующий день он перебегает в знак Льва. И вот как бы сейчас только первая зорница будет вот именно тех изменений, которые мы с вами получим в 20-х числах ноября. Но вот именно воскресенье будет положено этому начало. И воскресенье – это самый важный день как минимум в первой половине этого месяца. Вот это вот 3 ноября за счёт того, что около полнолуния встречаются, извините, около новолуния встречаются две планеты, которые этим новолунием управляют. Это Марс и Плутон. Они как раз управляют новолунием в Скорпионе, которое произошло до этого, 1 ноября, в пятницу. Так что какой это может быть день? Это может быть день серьёзного конфликта. И, возможно, уже в следующий понедельник, после этого, когда Марс перебежит в знак Льва, этот конфликт как бы сойдёт на нет. Но вас это не должно расслаблять. Это конфликт с большой историей в будущем. Будьте аккуратны. Если в этот день вы получили травму, то, к сожалению, эта травма может быть значимой, значительной. Она тоже может долгие последствия иметь. Поэтому в воскресенье, пожалуйста, мы аккуратны. Мы не травмируем себя и не подвергаем излишнему риску. Если вы понимаете, что в этот день вам предстоит что-то очень серьёзное, и вы должны оказать на кого-то давление или серьёзный разговор какой-то, реально разборки какие-то возможны. Не исключено, что тут так или иначе небеса к этому подведут. Если у нас есть прогноз индивидуальный, который совпадает с общим, то тогда понимайте, что вы должны такое количество энергии сюда приложить, чтобы у вас впоследствии не было очень серьёзных проблем. То есть не перегибайте палку здесь в этом воскресенье, не будьте слишком жёсткими, не будьте слишком бескомпромиссными. Это всё обязательно вернётся в 20-х числах ноября. Вот представляете, какая удивительная неделя нас ждёт. И на всякий случай я вам напомню, если вы ещё не получили от меня прогноз для своего знака зодиака на следующий год, то я расположила его по первой ссылочке в описании под этим видео. Пожалуйста, это бесплатный совершенно прогноз. Сделала специально для вас по областям, самым важным, карьера, деньги, любовь, брак, общие тенденции. И разделила весь знак зодиака на периоды. Вы находите тот период, в котором родились вы по дате рождения, это будет вам понятно. И даже на него я сделала отдельный прогноз. Первая ссылка в описании под этим видео ведёт на получение этого прогноза. Я же с вами прощаюсь, но только до следующих встреч. До свидания.